Продолжение следует... Что бы ни было, что бы там Пашинян не говорил, будет после Пашиняна кто-то другой, который нынче, допустим, радует, чтобы российские ваши войска отсюда ушли. Уверен на 100%. Этого не произойдет еще, во всяком случае, в ближайшие 50 лет. Здесь эти российские войска нужны и они до сих пор есть. ...расклад. Обратите внимание, когда это было видано, чтобы премьер-министр, лидер страны признает, я не прав, я не прав, да. Понимаете, это только один вывод можно сделать. Была команда сверху. Был звонок. Мы должны помнить. Был звонок из Соединенных Штатов Америки. Вы должны помнить. Армения это последняя... Понимаете, всегда есть недовольные. Они есть и в России. Всегда. Но кто это просто... Должна быть третья сила, которая все это раскручивает. Третья сила, она шла сверху. Подождите, подождите. Начну с самого главного. Это не Майдан. Майдан в Армении невозможен. И если вдруг он все-таки случится, это будет значить, что мир окончательно сошел с ума. По крайней мере, Армения точно. Армения без России сегодня существовать просто не может и не будет в прямом и в переносном смысле. И причина этого только одна. Географическое положение. Для Армении это решающий фактор. Думать, что Армению защитят американцы или европейцы, это по меньшей мере наивность. В Армении все это учат дела. Организация, партия, которая на выборах получила 7%, так, промежу прочь. Жестко ориентирована на запад. Почему маленькая Армения, такое огромное американское посольство? Похоже на такую вот Сапулину, которая внедрилась, внушает народу, что это ваш выбор. Он начинает просто заниматься такой безобразнейшей демагогией, таким словесным флудом, что там даже возразить нечего. Благодаря своим ботам, проплаченным троллям, сектантам, продажным СММщикам, мощной медиаподдержке Конгресса США, он добьется всего. Потому что он понимает, что его армия ботов и толпа, которую он называет народом, которая к народу не имеет никакого отношения, в нужный момент он спустит с поводка и начнет глушить любые разумные вопросы и речи адекватных. И теоретически, да и любой опыт, и знание всех процессов. Я знаю, как происходил Майдан, как этот Хартвилак, как говорит, Тавшаин Рапухуцин. Он только, правда, никогда не знал, что человек может быть таким невежественным в политике столько лет, что не объявляют бархатную революцию. Когда начинается война или революция, никто не знает, как это закончится. Потом по итогам революции определяют, это Тавшаин или это идиотская, дебильская революция, которая загубила все, что можно было загубить. А тут куда ты, козел, идешь за легитимацией в этот парламент? Ну я думаю, боже мой, у него в голове вообще такая каша, такой сумбур. И там эти интеллигентные ребята, студенты стоят, слушают и не говорят, парень, тебе в лечебницу надо, тебе лечиться надо. Этот черный грязь будет диктовать кому и как жить в стране. Позор! Мне стыдно, что я армянин в таких случаях. Браво! Вы знаете, что в России больше армян живет, чем в самой Армении. Если кто-то, будь то Никол Пашинян или другой какой-то лидер, окажется не слишком большого ума и попытается эти связи разрушить и сделать из Армении какой-то там 51-й или уже 151-й американский штат, ну ничего хорошего из этого не выйдет. Что все вот эти вопли по поводу того, что сейчас мы будем самостоятельной страной, это я и про Армению говорю, разумеется, да, сейчас все золотые кошельки иммиграции нам помогут, сейчас мы сокрушим Азербайджан, сейчас мы здесь сделаем мини-Швейцарию, это уже все было в 89-м, в 90-м, в 91-м годах. Разумеется, кукиш с маслом образовался, потому что никто вкладывать деньги в это не будет. Вот. Продолжение следует...